Привет всем, меня зовут Ирина, и сегодня в качестве официального обозревателя Арифлейм я вам расскажу о новинке тушь The One Eyes Wide Open. А перед тем, как рассказать о туши, я бы хотела вам рассказать немножечко интересных фактов об истории. Судя по раскопкам археологов, первая тушь была найдена в Древнем Египте. Красавицы Египта для подчеркивания глаз использовали весьма опасный состав. Это состав масел и сажи. Древние греческие красавицы использовали пепел и смолу. А вот в Древнем Риме красавицы использовали смесь толчёного свинца и воды, и этот состав они наносили на глазки. Конечно же, эффект был потрясающим. Это была первая водостойкая тушь, но, к сожалению, красавицы лишались зрения, и поэтому использовали на очень-очень важное мероприятие. А в средневековье вообще тушью не пользовались. Они, наоборот, себе выдёргивали все ресницы и убирали все брови. Делали депиляцию. Это считалось модным, это было в тренде, и вообще вот такая вот безликость приветствовалась. Хорошо, что сейчас этого нет. Ну, а первая тушь действительно была изобретена в 1913 году. Терри Уильямс, он был химиком, он смешал уголь с вазелином, сделал в коробочку, и его сестричка, которая никак не могла быть замуж, и была безлико-некрасивая, белолика, использовав её, потом вскоре вышла замуж. Девушку звали Мэйбелин, и первая тушь была названа в честь её имени. Ну, и наверняка вы знаете эту компанию. Ну, а наши туши сейчас ухаживают за нашими ресничками с витаминами Е, алоэ В, различными компонентами, и на любой вкус вы можете выбрать любую щёточку. Давайте посмотрим, чем же уникальна эта тушь, что же в неё положили, что за щёточка, чем нас компания удивит. Потому что, на самом деле, у нас всегда есть любимка или несколько любимок туши для ресничек, которые мы вот любим и ни за что не предадим. Но всё-таки хочется, ну, вот что-нибудь такое вот новенькое попробовать. Даже будет, если совсем не то, но рука будет всё равно тянуться под настроение, особенно сейчас весна, и хочется вот, ну, что-нибудь такое новенькое, что-то такое освежающее, лёгкое, с лёгкостью макияж. Конечно, вы со мной согласны? Так выглядит тушь и щёточка. Коротенькие щёточки помогают нам подкрашивать нижние реснички и коротенькие около глаза. Длинные щетинки помогают делать изгиб, как заявляет компания, до 58% и раскрывает глаза на 30%. Будем сравнивать, добьёмся ли мы такого же эффекта, как заявляет нам компания. Было понятнее с масштабом, сравним тушь 5 в 1, щёточка Giordani Gold от Ariflame. То есть вот эти вот туши. Они, конечно, разные, и мы получаем совершенно разные эффекты. Итак, как мы видим, изгиб у нас есть, длина есть, открытый взгляд. Да, видите, насколько у меня сразу открывает по сравнению с этим глаз, да? То есть, в принципе, как и было заявлено производителем, свойства мы получили. Попробуем нанести второй раз, что получится. Когда мы открываем тушь, я бы порекомендовала немножечко почистить щёточку, но не делать ни в коем случае вот так, потому что вы забиваете воздух, и тушь ваша портится. Тушь подсохла, и второй раз наносить мне не совсем комфортно, потому что она стала более твёрдой, но вы видите, эффект удлинения туши хороший. Компания нам говорила, что будет эффект на 58% увеличивается изгиб, и на 30% открывается взгляд. Минус туши, он есть, когда вы наносите второй раз, то реснички чуть-чуть слипаются. Это мне не совсем понравилось, но здесь ухаживающий компонент витамин Е, алоэ, вера. То есть, когда вы подкрашиваете реснички, длинные щёточки обалденно приподнимают реснички, вы видите, да? Они их подкручивают, но в то же время короткие щёточки, они прокрашивают нижние реснички. И вот эти, да, вы смотрите вперёд, и я замечаю, как мои длинные ресницы, они касаются вот этой косточки, и что ресницы стали длиннее и подкрученнее. Это да, это факт. Ну, а вдруг вам не понравилась щёточка, вы можете взять любую нашу тушь и просто перекрутить в любой другой футляр. Использовать ту щёточку, которая вам нравится. Если вам был полезен мой обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за другими новинками от компании Ariflame.